Здравствуйте! И снова на Супер Омске время версификатора. Мы не виделись несколько дней, и за это время произошло множество любопытных событий. Новость первая про трудность выбора. В Омской области в минувшие выходные прошли выборы, итоги которых уже подведены. И самые обсуждаемые из них это, конечно, результаты выборов главы Кормиловского района. Очень уж бурно шла здесь избирательная кампания, победителем которой по итогам голосования стал ведвиженец от КПРФ Леонид Матиенко. Единая Россия, чей кандидат Анна Саватеева заняла только третье место, тоже есть чем себя утешить. Во-первых, победивший Леонид Матиенко раньше сам был единороссом, из-за чего у него были даже проблемы с выдвижением от КПРФ. А пришедший вторым Александр Фадеев участвовал в праймере с Единой России, но проиграл их той же самой Саватеевой. То есть первые три места в Кормиловке заняли люди, имеющие или имевшие отношение к Единой России. Так что можно сказать, что в командном зачете партия власти даже выиграла. Да вот беда, победитель-то может быть только один. И сейчас и районным элитам, и областной власти нужно будет учитывать нынешнюю прокоммунистическую ориентацию господина Матиенко. А еще власти, то есть партии власти, то есть Единой России нужно будет сделать из прошедшей кампании выводы. Потому что скоро, а именно 19 мая, в области будут выбирать еще одного главу района, на этот раз Нижнеомского. И только от самих единороссов зависит, позволят ли они еще раз растащить свои голоса по разным кандидатам. И будет ли в регионе формироваться свой внутренний красный пояс. Новость вторая. Про цели и средства. Мы уже рассказывали о том, что Омская мэрия нашла способ потратиться на свой пиар в обход конкурсных процедур. Если помните, речь шла о контракте на 2 миллиона, который по ТП-2 заключает по данным омских СМИ с новостным интернет-ресурсом Омск Информ. Который, опять же по данным прессы, будет за эти деньги не только рекламировать собственно транспортное предприятие, но и пиарить мэрию вообще. Чиновники мэрии эту информацию до поры до времени вяло опровергали. Мол, ПТП-2 самостоятельное предприятие, хоть и принадлежащее городу. И рекламировать себя, только себя, конечно, имеет право. Однако история получила продолжение. Стало известно, что договоры на освещение деятельности, на этот раз с газетами «Аргументы недели» и МК в Омске заключили еще несколько ПТП и предприятие «Электрический транспорт». А это уже муниципальные организации, и мэрия тут просто не может быть ни при чем. А еще в СМИ пока на правах версии появилась информация, что подразделениям администрации города дано поручение подготовить множество контрактов с ГТРК «Эртыш» на 99 тысяч рублей каждый. По закону на такую сумму договор можно подписать без конкурса. И похоже, что мэрия таким образом хочет раздробить многомиллионный контракт, который ей не позволили подписать по решению суда. Вполне возможно, что с точки зрения формальной законности мэрия действует здесь без нарушений. Но как-то напрягает эта постоянная игра в секретике. Почему тратить деньги на пиар надо обязательно без ведома депутатов горсовета? И почему именно через автопарки средства на СМИ нужно выделять? Это ведь запредельный цинизм какой-то после резкого повышения платы за проезд. Осмелюсь предположить, что мэр Двораковский и его подчиненные в молодости обсмотрелись фильма «Альболит-66» и слишком хорошо запомнили песенку «Нормальные герои всегда идут в обход». Жалко только, что они захотели быть похожими на Брамалея, а не на Айболита. Новость заключительная про хоккейное разочарование. Гомский хоккейный клуб «Авангард» не плюнет сейчас только ленивый. Даже певица Зимфира, например, которая в хоккее разбирается как клюшка в рок-музыке, на концерте в Челябинске решила потрафить местной публике и в весьма фривольных выражениях сказала, что рада победе трактора над нашей командой. Олимпийский чемпион Александр Кожевников, именем которого у нас один из ледовых дворцов назван, заявил в интервью, что гнать тренера «Авангарда» Матиканина надо из клуба, потому что ничего эти иностранцы в нашем хоккее не понимают. Разочарование омских болельщиков и правда велико. А слушать неприятные слова про свою команду – это вообще участь проигравших. Но если по делу, то русских топовых тренеров сейчас в КХЛ раз-два и обчелся. Да и молодых перспективных специалистов тоже. Тренерская школа в России, если не разрушена, то серьезно подорвана. Поэтому и ищут отечественные клубы заграничных наставников. Тренерский штаб Матиканина, конечно, ответственность за вылет команды из плей-офф несет. Но ведь и Райма Суманину, на которого в Омске сейчас многие готовы молиться, понадобилось время на адаптацию в российском хоккее. И на данный момент кажется очень разумной и предварительной позиции Совета директоров «Авангарда» – скорректировать состав тренерского штаба, но дать ему возможность проявить себя еще раз. Результат в хоккее в спорте вообще редко приходит сразу. Но идти к нему можно по-разному. Сумбурно меняет тренеров и игроков как перчатки. И системно, пошагово и методично работая над селекцией, тактической и физической подготовкой игроков. По первому пути «Авангард» шел не один год. По второму – только один сезон. Давайте подождем и увидим, что из этого получится. Впрочем, выводы делайте сами. Увидимся в субботу на Супер-Омске. Нам обязательно будет о чем поговорить. Продолжение следует...